Всем привет, ребятки, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в игрушку под названием Assassin's Creed Syndicate. И сейчас мы отправимся, нажмем тапчик, и отправимся на основную миссию. Мы уже схватили, получается, все этапы района, то есть у нас было три, и это пластецкий, так сказать, этапчик. Последнее задание, и после него мы, получается, возьмем контроль над этим районом. Давайте сейчас с этим целиком разберемся, красиво так, но, но. Оденем капюшончик, незаметно убейте посыльного. Незаметность, ёпта. Ну, надеюсь, сойдет. Вроде как посыльного я успел убить незаметно, а я тоже, чувак, был убит заметно, да? Ну, думаю, это не особо важно. Так, нам нужно 134 метра туда пробежать. Давайте, побежим по улице, наверное. Не хочу я тут бегать по крышам, не очень здесь крыши удобные. Вообще не очень. Прям, прям совсем не очень. Крыш здесь больше так. Мешаются, чем помогают. Здесь проще вот по таким улочкам пробежаться. И нормально выйти. Быстро. Ну вот, мы уже почти прибежали. Наймем ребят. Да блин, да что ж я их всегда не во время нанимаю? Ладно. Погнали на квест. Просто сейчас, когда я их нанял, и сейчас начнется квест, и как бы они сбросятся, и исчезнут. Короче, зря я это сделал. Ну, забывай, забывай. Аберлайн не пришел. Что ж, досадно. Я знаю кое-что про прекрасного джентльмена, которого вы ищете. Вы кто? Бога ради! Вы хотите раскрыть меня! Что? Сержант Аберлайн, к вашим услугам. Полагаю, вы те самые близнецы Фрай. Между тем я ожидал увидеть полисмена. А я ожидал от вас благоразумия. Генри сказал, вы поможете нам остаться в тени. Договоримся так. Я дам вам имена членов банд, а вы доставите их мне. И тихо. Да, тихо, словно старое дело. Старое дело с усами, похожей на полисмена. Шуточки за 300, короче, пошли. Ну, трешовый. Трешовый мент, конечно. Че сказать. Какой есть, да? Так. Постарайтесь не выходить за рамки закона. За рамки закона? Охота за головами. Возьмите цель. Плен и отберите, и отведите в точку сбора. Цели. А, не успел, короче, ладно. Находясь незамеченным позади врага. Нажмите Е, чтобы похитить его. Похитить его. Быстро нажмите ВСД, чтобы... Возле врагов, чтобы уменьшить свой радиус обнаружения. В смысле нажмите? Типа все четыре кнопки? Ну, ладно. Если нажать Shift, врагам будет проще обнаружить вас. Окей. Нажмите Е, чтобы толкнуть похищенный жертву в закрытый экипаж. Прикольно. То есть мне снизу надо, получается? Допрыгай ты. Ну, побежали, чё? Блин, у меня тут этот убегает. Ё-моё. Так, ну что вы тут встали, блин, бесполезные? Как мне сейчас тебя захватить, а? Перехватить. Ну, в смысле перехватить. Достаньте объект живым. Ну, давайте достанем объект живым, всё-таки. Пусти меня. Отстань. Закрой пасть. Так, повели мы его, короче. Закрытый дилижанс. Дилижанс вызов подъехал, кстати. Прикольненько. Да куда ты? Стой, стой ты, блин, рукожоп на дилижансе. Стой. Стой. Да ну в смысле? Давай, заходи. Фух. Одного схватили, нормально. Я извиняюсь. Тётка какая-то. Угнать. Так, это мой дилижанс, ребят. Ну, что, поехали. На ускорялку. Жук. Прям форсаж какой-то у нас на каретах приходит. Доставьте бережу. Ну, подожди, швой. Так, ну, интересно. Мы челика скрутили, да? Ну, свалили давайте уже. Мы челика скрутили, ведь что, да? Ну, типа, в нашей власти. И не может выйти с кареты, серьёзно? О чём прикол? Типа, ждёт своей участи. Ну, странно, странно. Ему самое место за решёткой. Спасибо. Брэдери Эберлайн. Вот. За него дадут 4 пухи и 1 бронь. Окей. Ладно. Давайте продолжим. Так, чё, Родион наш? Грачи теперь создадутся или как? Кто-то за головами завершил. Так. Война-банд доступна. Во! Начало. Начало. Всё. Война-банд. Жёстко. Так, погнали на квест. Можно, конечно, быстрым перемещением добраться. А давайте на карету кого-нибудь сядем. Я хочу какую-нибудь карету всю. Похитить. Можно похитить, блин. Э-э-э, ты на меня так не смотри. Так, а где здесь карета? Человеки что-то клеят. Карета это где? Алло. Стой. Ну. Пропустила. Ну ладно, бывает. Сейчас какую-нибудь другую гоним. Надеюсь, это возможно. Здесь не только по квестам мы сможем угонять тележанцы. Во! Отличная карета. Так, оденем масочку. Типа я свой. Ассасины угоняют кареты. Началось, короче. Погнали на тележанцы. Блин, там сунду челкнули на тележанцы. Блин, конечно, какой же он жесть неуправляемый на скорости. Но хоть такой есть. Кстати, а ну смотри, смотрю на карту всякие разные метки. Надо бы эти метки посещать. Так. А ну-ка. Глянем, что это за... У нас тут висит. И что такое? Получить. Иллюстрации. Блин, какой бред, а? Так, а ну раступись. Дилижант седет. Мой. Так, сейчас мы доедем. Ёп. Это шесть. Здесь наш дилижант не развалится. На ходу спрыгиваем. И бежим. Ну все, наконец-то мы захватили. Война банд. Рекомендуемый уровень второй. Трость клинки. Надо бы взять трость клинки, наверное. А то костей что-то не очень. А что опять загрузка эта такая странная какая-то? Не понял. А, вот и вы. Между нами и Уайт-Четтеллом лишь один негодяй. Хейлок будет сопротивляться, и банды выйдут на улицы. Ну-ну. Вот. Уверен, ты лучше справишься с этой штукой. Ну наконец-то. Что такое? Подарок на Рождество? Собирай людей. Нам дали клинок. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Ну. Сейчас загрузочек. Хочу попробовать клиночек. Посмотреть вообще надо на него. Ну. Так, вот. Выбор снаряжения. При повышении уровня у вас будет появляться возможность использовать лучшее оружие, инструменты и элементы отделения. Однажды. Нажмите 2, чтобы открыть соответствующее меню, в котором можно купить и использовать улучшение на снаряжение. При улучшении снаряжения улучшаются его параметры и повышается эффективность. Понимаю. Так. Нам дали клинок. У нас есть такая трость. Ну, трость прикольная, мне нравится. И мы можем покупать уже новые штучки. Клинок 1.3. Смертность. Есть такой кастетик, который дает по единичке сверху. Тут двоечка. Ну, тут, слушайте, самое большее дает. 4 очка нам дает. Остальные пока нам недоступны из-за уровня, да, которые больше дают. Вот там 6 очков дает этот клинок. Ну, давайте до сцени походим. Так, можно посмотреть улучшение. Давайте посмотрим улучшение. Можно за 500 улучшить его. На плюс 1 еще. Ну, кстати, вот этот вариант, за 500 улучшить его и ходить с ним достаточно долго. Это мне нравится. Ну, трость тоже прикольная, кстати, штучка. Ну, нет, трость это не для ассасина. Так, ну давайте. Что, 500 у меня вообще есть? 11 тысяч. Чего я жду? Улучшаем, короче. Ножик. Побегом с ним, я думаю, достаточно долго. Так. Рексфорд Кейлок согласен на ваши условия и ждет вас на станции Войт Чепел. Он ставит на кон свой поезд. Че это было? Ничего не понял. Ну ладно. Думаю, сейчас будут разборки. И мы всем... О, долог. Хм. Не важно. Идем меситься, короче. На, на. Ножиком его, ножиком. Да ну ты. Полезная за сим. Может, кстати, неплохо режет. Статы поднялись. Убиваем сейчас намного быстрее. У, босик что? Лит. Вот и ты. Серьезно? А можно догонять? Нет? О, можно. Отлично. Да ну смысл и ты. Ууу, какие стилы цепи. На. Ну, ножик мне нравится, однозначно. Срутай штука. И я тебе в силу пойти решаю. Ага, все. С этим разборались. Чилик, сейчас я тебе расскажу, что хочу. Пора тебе полетать, толстячок. Да ну ты. Распотрошитель. На. Я тебе найду прокачать навыки. У нас, я думаю, там уже что-то накопилось. А вот и босс. Мы что, врываемся? На. На. Подбит, на. Че, самый умный, да? На. Че, самый умный? А, начать тебя вытащить. Надо просто замечать, когда он контракует. И так, вот место, который контраковать, и вот что-то начал подблакивать. Ну че, на какую-то зону какую-то вверху непонятно. А че, у него есть какой-нибудь дробь какой? Щук. Пистолетик. Ммм. Кажется, сломано. Ну, зато теперь у нас есть поезд. Не так уж и плохо. Есть поезд. Нормально. Кстати, вот этой штукой, наверное, мы сможем пользоваться. Скорее всего, ее починят. И мы будем таким крюком тэппэшиться. Ну, не тэппэшиться, да, притягиваться к всяким разным постройкам, зданиям, к противникам. Прикольная механика, надо будет ее потестить. Ну, я так надеюсь. Надеюсь, это будет. Потому что я про игру обзора не смотрю, но через период, поэтому, так сказать, все, что есть, все узнаем прям во время игрового процесса. Ну, давай, загрузочка. Во. КМК больше нет. Теперь Уайт Четтелл не принадлежит писельникам. У вас есть шанс вступить в наши ряды. Кто против Старика и его прихвостней? Наш друг. Вот так вот. Прикольно. Переманиваем к себе. Челиков. Страшненько, да, когда соседей тебя прыгает и начинает тебя обнимать? Ну да ладно. Райончик мы захватили. Я лучше на рельсы лягу, чем буду гонять Берту ради этого ушлого кретина. Кейлока? Он нас покинул. О, здравствуйте, щеголи. Кто это у нас тут? Я, Эви Фрай. Это мой брат, Джейкоб Фрай. Понятно. Я Агнес Макбин. Очарован. Думала, получу повышение. Да куда уж там. У нас найдется дело. Ха, да ладно, серьезно, что ли? И платить будете? Полагаю, не меньше прежнего. Ну что ж, в таком случае Агнес и Берта. Леди и ее локомотив. Мы обе к вашим услугам. Я буду в том вагоне. Убежище в поезде. Великолепная идея. В смысле? Ну, все неплохо сложилось. Думаю, теперь мы можем приступить. Джейкоб. Это важно. Сперва мне нужно починить эту штуку. Полагаю, я знаю, кто нам поможет. Я не сомневался в тебе, Генри. Ха-ха-ха. Какие сомнения. Ну, это уже интересно. Трость, клинок, новые записи в базе данных. Давайте посмотрим оружие. Новое. Вот, нам такая трость добавилась. Она имеет меньше убийства на троечку, но выше оглушение. Не знаю, зачем нам оглушение. Трость, наверное, брать не будем пока. Кстати, там, стоп, огнестрельно еще было. А ну-ка. Во, у нас есть такой пистолетик и все. Пока что. Ну, ладно, птик с ним тогда. Так, ас. Наручи, ассина. Почти, наручи, я сказал. Вот, наручи. Наручи пока не дают нам новые. Не знаю, почему. Ну, да ладно. Такс. Поговорить. Ну, давайте поговорим. Заберите доход из сейфа. Доход, ты где? Давайте дозаберу. Купите улучшение рынка элекарств. Прикольненько. Что, взаимодействие. Использовать. Во, инсайдер, предводитель и махинатор. То есть у нас бы три ветки в прокачивании нашей банды уличной. Походу, грачей у нас не будет. Походу, мы будем прокачивать банду, которая уже имеется. Эх, хотел я себе грачей. Ладно. Рынок лекарств. Стоимость улучшения. Вот, кстати, ресурсы, которые мы собираем в ящиках, они нам нужны будут. Теперь вы можете покупать лекарства в лавках. Примите лекарства Q во время боя, чтобы восстановить здоровье. Вот это интересно. Продолжить. В смысле, а улучшить? Не, никак. А вот улучшить. Рынок как раз приобретено. Все, у нас рынок приобретен. Мы сейчас можем купить теперь вот эти вот все штуки разные. Нам открылись, да, первого уровня. Тут, как я вижу, ограничений нет. Да, пока мы не купим предыдущие. Ресурсы у нас есть. Десять миллионов. Десять миллионов? Десять тысяч, да. И всяких разных. Давайте почитаем, что у нас тут есть. Предводитель. Грачи обучаются... А нет, все-таки грачи. Все-таки мы создали банду грачей. Ладно, класс. Будут обучаться базовым навыкам боя и получать уровень 5. Нажмите их, чтобы завершить их. Ммм, то есть мы прокачаем их до пятого уровня. Понял. Дальше. Грачи в вознец. Покупайте экипажи для грачей. Ищите их на улицах Лондона. Стоимость улучшения? Ну, не очень интересно, честно говоря. Грачи-наблюдатели. В вашей банде теперь есть наблюдатели. Они используют огнестрельное оружие чаще других. Тоже не очень интересно. Саботаж экипажей. Мастер, ремонтировавший кареты висечка, выехал из страны. Теперь их кареты будут менее прочными. Ну, тоже бесполезно. Инсайдер. Полиция не станет обращать внимания. На некоторые ваши незаконные поступки. Стоит нереально дорого. Но эффективно. Подождем пока с этой штукой. А что это дает? Известный, заблокированный. Ну, ладно, пока это трогать не будем. Беспризорники. Лучшие воришки в Лондоне. Используйте их, чтобы пообщаться с ними. И они станут делиться с вами более ценной добычей. Ну, как-то тоже не очень интересно. Кларенсы становятся все популярнее. Этот полюбившийся горожан вид экипажа все чаще встреча на улице Горанда. Кларенсы. Но тоже пока что мне это не нужно. Рынок рекорд мы прокачали. Мастерство черного рынка. Боеприпасы пользуются куда дешевле, если знать нужного человека. Экономит 25% при покупке боеприпасов и снаряжения для холодного оружия в любой лапке. Но мы пока ничего не покупаем, нам это не нужно. Вложение в пабы. Покупайте пабы в городе, чтобы увеличить доходы поезда штаба на 500 за каждые 30 минут. А также вместимость сейфа на 500. Вот эта штука интересна. 150 кожи у нас есть. 50 этих есть. Поэтому возьмем вот эту штучку. И, наверное, все. Наверное, все. Тут еще спонсируйте уличные футбольные мячи. Но это нам пока не надо. То есть, в принципе, вот это все мы сейчас изучили. На остальном у нас уже нету денежек. Получить больше ресурсов. Получить игровую валюту, кредиты. Короче, все понятно. Продолжим. Так. Я сказал продолжим. Что нам теперь надо сделать? Опять катсцена. Ну ладно, подождем. Но загрузки долгим. Реально надо было на СЗ, наверное. на игруху ставить. Поэтому, кто еще не скачал, ребят, приставьте на СЗ. Будет быстрее грузиться намного. Ну, реально долго. Это мы, короче, приехали сюда. Мы приехали сюда. Ну, город как бы еще не фулл открыт. Я надеюсь, нам будет побольше разнообразия в городе, а не вот это вот все и все. У нас еще следующий район, на котором бы неплохо было повеселиться, да? Посмотреть, что... Мы сейчас здесь. Вот. ЖД вокзал, как я понял, да? Да, вот, кстати, видно зоны тут дополнительные. С красненьким помечен. Нам нужно сюда. Я бы вообще сходил сначала на смотровую башню. А потом бы отправился туда. Или вообще, наверное... Нет, давайте сюда сначала сходим на смотровую, а потом пробимся по квесту. Наручи ассасина. Во! Первые наручи. Давайте глянем. Так, на... Соб, не то я. Нажал. Нажимаем F2. Наручи ассасина. Вот такие вот. Наручи скрипка кожи. Атака плюс один. Использовать. А, то есть нам их даже покупать не надо. Они нам чисто даются. Мы их можем улучшить. Еще на плюс один за 500. Я не знаю, когда нам дадутся следующие наручи. Уровень третий. Примет нужно изготовить. Ну давайте тогда пока что просто возьмем и улучшим. Немножко посильнее станем до следующего эквипа, так сказать. Нам вон туда надо. 400 метров. Ё-о-о-о. 400 метров, да. Ходить по дорогам не... Это не удела ассасина. А ассасинам и так нормально. Кстати, тут уже другой ландшафт нам много. Ну прыгай ты! Что, разрешусь прыгать или что? Ассасин, блин. Так, не знаю, экипажа здесь нету. Остается пешочком пока бежать. А что это такое? Наверное, торговец какой-то? Ну давайте глянем на карту. Засушенный цветок. Лавка. Нафиг мне засушенный. А давайте в лавку сойдем, я там еще не разу не был. Чисто посмотрим, что там продают. Так, сначала перехватим вора, а потом... Уличные задания выполнены. А, то есть не надо было его убивать? Ну, у каждого свои пути, так сказать. Смотрите, мы можем... В этот... Восполнить все запасы, которые у меня на фул. Да? Можем купить дымом и бомбы, метательные ножи, лекарства, пули. Лекарства можно купить, у меня два из двух. И карты сокровищ. Ооо, не-не-не-не, карта сокровищ это не то. Что меня интересует. Так, нам бы наверх, или куда это? Нам по прямой. Давайте дилижант что-ли возьмем. Прокатимся. Кстати, это наш друг, дилижант сидит. Нам, в принципе, нанимать его не нужно, мне просто доехать, что ли, доехать немножечко. Так, ну мы уже почти приехали, не мета-карты. Все, разговор. Спрыгаем. В текстуру коня попали. Все, нормально. Полезли на церковь или что это такое, не знаю. Ну, похоже на церковь, как минимум. Кто-то прыгает хорошо, а? Кстати, тут написано было в подсказках, типа, если нажимать, пробел, шифт одновременно, типа, этот спринт, лазанья будет по стенам. Ну, такой себе спринт, честно говоря, не особо разницы и есть. Так. Залазим. Слышу орла, но не вижу. Во, синхронизация. Это нормальная синхронизация, а то раньше делали какую-то пигню. Серьезно, ребята. Конечно, смотрите, это дождливый Лондон. Так ничего нормального не видно. Ну да ладно, сейчас пойдем на квест. А может, по дороге квесту еще что-нибудь сделаем? Охота на тамплиеров. Спрыгнуть. Красота. Так, ну что? Поднимите цветочек подберем. Ну, все равно где-то тут лежит. Довольно! Я иду! В смысле, довольно. Смерть неверным. Я тут хожу, они меня поменяются. Мне это не зайдет. Так, давайте в охоту на тамплиеров повеселимся немножко. Так, включаем видимость. Загрится вроде бы идет. Или нет? Незаметно ассина вообще, да, ребят? Незаметно. Он идет такой. А кто это такой? Ой, наверное... Наверное, мешок. Белый мешок. Ой-ой-ой, там двое идут. Ну, наконец-то идет. Надеюсь, эта девка меня не заметит. Вроде не заметила. О, заманил, заманил. Убейте цель скрытым клинком. Это по поводу того, чтобы убить того вот пчелика. Так, ну давайте бросим. А как мне скрытно ее убить? Типа это все так легко делается, да? Так. А может подманить его? Давайте посмотрим, кто это такой. Это Мартин Черч. Черч. Я извиняюсь. Так, Мартин иди к нам. Прикольно. Никто не заметил, да? Кстати, третий угловный челик. Я его спокойно побеждаю. Так, ну... Зону я не зачистил, мне нужно ее зачистить. А для этого нужно разобраться с остальными ребятами. Поэтому мы сейчас пойдем с девчонкой разберемся. Так, красивенькая она за ногу. Как он это делает? Мне интересно, как он может брать за ногу и челика переворачивать, по сути? Даже нереально. Убийство из укрытия. Такого укрытия под сзади подошел. Тихо. Так, давайте спрячемся с деревом. Кстати, видите, автоматом прилипает, очень удобно. На мой взгляд, удобненько. Надеюсь, она сейчас не повернется. Не дайте сбежать! Блин, повернулась. Ты кому свестишь, уже никого нету. Ну и тебя уже нету. Жестко. Покиньте область. Куда покидать? Тут сундучок. Еще не один причем. Кстати, мы его сейчас будем взламывать. У меня все-таки, этот, прокачан навык на злом. Надо бы, кстати, навыки прокачать. Лазурит, уникальный материал. Интересно, для чего он нужен. Тут еще где-то был сундучок. Сундучок, ты где? Ну, наверное, наверху. Логично, да? Давайте наверх залезем, посмотрим. В смысле, к бою. Да, стрелок с нее никакой. Однако. Сейчас надо стрелять. Кстати, ружье красивое, посмотрите, да? Такое золотистое. Так, ну, вроде бы, здесь больше ничего не было. Сундучков, ничего такого, да? Погнали на задание. Нам по прямой. Видите, какие тут крыши неудобные, да? Еще сосед не хочет у меня прыгать. Мне это больше всего бесит. В смысле, а ты что тут делаешь? На. Видели, я, короче, F нажал и выстрелил в нее сам. Смотрите, он, короче, не может к ней подойти из-за того, что тут бордюрчик. Жесть. Вы прикалываете, а? Я не могу с этого бордюрчика спрыгнуть, если что. Нет, серьезно, не могу с этого бордюрчика спрыгнуть. Тут система такая, что ты не можешь спрыгнуть из-за таких небольших мест. Давайте обыскать. И перезарядить. Нажмем. Так, вот смотрите, видите бордюрчик, да? Я на него запрыгнул, а как тебе спрыгнуть? Тут он нормально спрыгивает, да? Он не хотел спрыгивать вообще. Да, нормальный бордюр. Стоп, там еще сундучок был. Назад, я сундучки не оставлю. Вот. Вот, как мне сейчас спрыгнуть? Я нажал спрыгнуть, да? Ну, спрыгни ты нормальным образом, просто прыгни. Там два челика стоят, а не сундучок охраняют, что ли? А второго что-то не уберут, у тебя же двойное убийство есть. Вот. Странная фигня. Ладно, ладно, проехали. Придется мириться с этим управлением, ну а что сделать? Разработчики не такие. Охота на тамплиеров завершена. У-у-у, прокачали еще немножко. Скоро нам даст шмотку. Следующую, наверное. О, кстати, райончик немножко сводили. Я даже не заметил. Прикольно. Будем потихоньку освобождать, но я, наверное, буду без видео это все делать. Ну, потому что это реально нудно. Выполнять все задания однотипные. Вы получили одну единицу навыка. У вас 11 навыков доступных. В смысле 11? А, наверное, у этой, у Иви еще доступны. И нам показывается, что мы не использовали. Ну, переживем как-нибудь. Давайте, одень мы капюшончик. Последний раз говорю! Это по первой метре. Я в доме сейчас зайду. Чтобы продолжить стать День Когнито. Все, встал. Играть. Свобода слова. Бонус за выполнение, за полную синхронизацию. И награды. Костюм, кстати, был какой-то новый. Это неплохо. Что это было? Исчез. Опять эта загрузка. Наверное, она такая будет всегда. В тот раз сделали чистое небо. У меня постоянно дожди идут. Я уже устал. О, проклятие. Алекс, в чем дело? Только и слышу, как без устали восхваляют сироп спокойствия и прочий вздор. Клянусь небесами, если Старик сохранит монополию... Алекс, прошу прощения. Со мной друзья. Иви Фрай, и ее брат Джейкоб. О, Александр Грэмбелл. Лингвист, изобретатель, талантливый инженер. Алекс, я хочу попросить вас об услуге. Вы поможете мне? Ну, прямую наглость, да? Похоже, тут трещина. О, вот так. Знаете, с этим мы бы живо установили новые предохранители на Биг Бене. Алекс работает над телеграфной линией для Ассоциации Свободной Прессы. Конкурирую с компанией Старика. Если мне удастся восстановить предохранители и связать линии на Биг Бене, это ослабит Старика. Правда, я нынче немного не в форме. И... Вот. А я убрал механизм, чтобы работала с наручем. Ммм... А пробую немедленно. Стой, Джейкоб. Мистер Белл, я помогу вам с предохранителями. С радостью приму ваше предложение, мисс Фрай. И? Экипаж возьмем мой, но поводья я доверю вам. Дайте сюда. Я вам помогу. Поправил называется, да? И что, мы сейчас будем за Иви играть? Ну, шесть навыков доступно, надо качать. Раз такое дело. Так. У нас есть оружие. Давайте посмотрим, что у нас у Иви за оружие есть. Она же может использовать на жите же сам? В смысле? Тут же опыт одинаковый. А. Что за бред? Уровень первый. У меня нет слов, ребят. У меня нет слов. Чтобы вы понимали, разработчики подсказки, ну там бывают всякие подсказки, типа там обучения, да? Писали, что персонажи имеют одинаковый опыт получают. Уровень и все такое. Что смотрим? Первый уровень. О-о-о-о. То есть мне придется прокачивать и того, и того одновременно? А нафига. Тут просто мне сейчас дают слабого. Короче, обидно. Обидно. Очень. Очень обидно. Так, я хочу себе навыки качнуть. А у Иви получаются навыки другие. Нажмите Е, чтобы похитить ничего не подозревающего противника и увести со собой насильно. Этот прием поможет вам открыто входить в запретные зоны. В смысле открыто входить? Да нафиг оно надо? Я и так буду вырваться. Нажмите их, чтобы нанять грача в сопровождении. Удерживайте их, чтобы отдать команду, чтобы они вас могли сопровождать. Но это уже прокачано. У нас есть Орлиное зрение. Давайте прокачаем. Дальше. Вы находите больше монет в личных сундуках. Это не нужно. Вы еще доступный период времени без действия. Тоже неинтересно. Если комбо-атака достигнет. Отмычки давайте прокачаем. Вы получили новый уровень. Во! А, типа за навыки мы уровень получаем. Серьезно? Я думал по-другому получаем. Ну ладно. Раз за навыки, то это дело другое. Так, похищение врага. А, похищенные враги больше не пытаются сбежать. Ну, неприятно, да, когда не пытаются сбежать. Ну, в принципе, плохо. Снижает урон, полученный в рукопашном бою. А вот это хороший навык. Ну, два очка. Не знаю, пока не хочу тратить. Лучше хпшку. Давайте прокачаем. Хпшка это стопроцентный хороший вариант прокачки. Дальше у нас есть. Увеличивает период времени каждого, когда можно катастрофовать и носить урон. Открывает большинство дверей Лондона, кроме тех, для которых нужен универсальный ключ. Интересно. Увеличивает скрытность на 7 вероятность. Атакуйте противника за мгновение до того, как он атакует вас. Короче, я отмычки люблю. Будем фармить, так сказать. Поэтому отмычки качнем. Новый уровень, третий. Третий уровень. Неплохо. Так, погнали тогда. Что? Снаряжение возьмем? У нас оружие открылось новое. Ой, можно купить. А можно получить на халяву. Смотрите, тут плюс 5 статов, а меч нам дает. Минус 1 это 4, а тут 6. Ну блин, я и на Иви с тростью все-таки играю, да? Может на Иви будем дальше продолжать с тростью играть? Ммм, ну давайте таки сделаем. Использовать. И давайте. У меня, в принципе, деньги есть 6 тысяч. Давайте улучшим. Посмотрите, улучшение. Пусть у меня будет Иви с тростью всегда играться. А Джейкоб у нас будет играть с мечами и с кастетами, да? Нет, ну я считаю это таким офигенным вариантом, таким разнообразием. Костюмы пока недоступны. Кстати, странно, что костюмы Этсуа недоступны для Иви. Дискриминация. Ну все-таки он был мужчиной Этсу, да? Ладно, снаряжение у нас... Ага, тут ничего, жена прогресса, навыки базана. Все, погнали, короче. Я готов. Иви прокачана. А вот, управлять. Запрыгиваем на экипаж. Так, а спрятать мы можем? Короче, нас погнали на ускоре. Какой мост дорог, да? Красота. Может, остановимся, посмотрим? А то частенько тут дачей не бывает. Красиво. Эпоха пара, да? Класс. Кто не знает, зачем он что-то кораблей, ну да ладно. Кто-то уничтожает линии мелкой копарии. И они не могут починить предохранителей. Они летят. Находится на Биг Бене. Точно. К тому же, чтобы миновать стражу, нужно разрешение от правительства. Стража не проблема. Я починю предохранители. Куда мы едем вообще? КП. А, нам туда, вон, 218 метров. Чё мы идем сюда? Кажем? Не понял. Ты чё, поворот пропустил? А, всё, типа, приехали. Так, нажмите R, чтобы подняться на высокое здание. Находясь на уступке, нажмите R, чтобы съехать по тросу. Прикольно. Перемещайтесь по тросу, управляйте скоростью, WS. Ну, это понятно. И Shift. И повисните над противником, чтобы совершить убийство с воздуха. Ну, нажимай R. Чё-то не работает. Как оно вообще работает? Ничего не понял. Блин, ну надо затестить. Я не хочу просто так это оставлять. То есть, в чём суть, ребят? Я просто подошёл к зданию, нажал R, и походу у нас работа. Типа автоматом. А мне так нравится. Стоп, стоп, стоп. А чё-то нам тут надо было сделать? А чё-то вроде надо было. А, установить. Окей, давайте нажмём. Стоп, посреди улицы поднимаемся на домик. Так, кстати, EV у нас вроде прическа поменяла. Уи-и-и. Вот, да, можно ускориться. Так. Нали вниз. Трос, кстати, автоматом пропадает. Это очень удобно. Ну, я так считаю. Тут вроде противников нету, я смотрю. Так. Ещё один починили. Там ещё вроде бы их несколько было. Так. Вижу, туда надо двигаться. У-у-у, красиво. Кстати, можно выбирать, куда цепляться. Видите, оно R-ку показывает. А я могу туда. Видимо, нет. О, какой-то фрагмент. Аномалии Helix. Декольно. Давайте запрыгнем повыше. Да, можно выбирать, короче, точку, куда цепляться. Как она вверх скользит, мне тут непонятно немножко. Типа толкается. Жёстко. Мощно. Ну, полезла. Давай. Бесполезная ассасин. Так. Кстати, видите, какая архитектура прикольная. Ладно. Нам бы туда куда-нибудь запрыгнуть. В смысле, R-ка не работает. Серьёзно? Сюда только? Не, ну серьёзно. Ну, кстати, там щелики стоят. Защитники, наверное. Ну, блин. Они мне что-то не дают допрыгнуть туда, хотя, ну... Логично, что можно было это сделать. Странно. Куда тут повыше можно? Давайте туда хотя бы. Хоть куда-то допрыгнем. Знаете, скользит вверх. Вообще нормально. Законной физики не, не слышали. Ладно. Ну, хоть какое-то ускорение перемещения, то хорошо. Так, это вроде бы последняя точка. Где нам нужно было устранять. Поломку. Ну, чё? Куда теперь? Вот и всё. Вы покинули запретную зону. Ууу, давайте посмотрим. Красота. Вон, кстати, же дэшка, с которой мы приехали. Вот. Речка. Блин, сколько кораблей, жесть. Было прикольно, если бы там по ним мы бегали. Прыгали. И вон же дэшка, может мы там приехали. И вот же дэшка. Блин, сука, же дэвокзал. И вот же дэ. Да блин. Куда мы приехали? Ну, кстати, красивый Лондон. То есть тут, в принципе, видно весь Лондон. А где наш этот Биг Бен? А вот он. Я его даже не заметил. А теперь нужно спрыгнуть. Только как. Ну ладно, давайте просто спустимся. Наверное, сейчас по такому же маршруту, как и... Хотя, нафиг оно надо. Давайте пойдем вон туда. Ну давайте сейчас спустимся. И пойдем вниз. Так. Это предная зона. А тут никак не спрыгнуй, да? Кресос лазит. Ну да ладно, я думаю, мы взрослезем. Да прыгай ты, че. Первый раз, что ли? Не ассасин, что ли? Так, ну прыгай, прыгай. Сложно спускаться, конечно. Вниз. Стоп, или... Ну да, сейчас мы, короче, спустимся здесь. Потом просто бежим сбоку. Потому что через эти катакомбы бежать, это такой гимор. Лучше по стенам вниз прыгнуть. Кстати, вообще, че я возникаю в ассасин? На физику. Да? Игра, в которой мы лазим по стенам. Совпадение. Ладно, погнали по-быренькому. Добежим. Я даже дилижанс использовать не буду. Какие тут модные дамы бегают. Капюшон на день только. Ассасинка. Жух. Мы почти, кстати, уже на цели. На цели, у цели, да? Сейчас быренько. Да бежим. Птички поют. Хорошо. Чемберс. Свежий номер. Прикольно. Че-то тут у них за собрание. Дома и господа. Гранди, какой зеленый наряд. Привет. Вы что тут делаете? Давайте дружить. Ты? Ладно. Видимо, не сегодня. Необщительный нигде-то. Так, ну квестик мы выкнули. Посмотрим, что дальше будет. Благодарю вас, мисс Фрай. Теперь я, наконец, смогу вернуться к монтажу новой линии. Понадобится помощь, обращайтесь. Конечно. Приходите еще. Я покопался в этом устройстве и записал для вас формулу. Пока не идеал, но увидите, работает. Что он сделал? Странный чувак. Ну да ладно. Зайдет. Так, я хотел бы изменить нашего персонажа. А как? А как? В смысле нельзя? Соберите 200 металлических компонентов. Убейте охранников с воздуха, находясь на тросе. Что за прикол? Это типа мы квест недовыполнили что ли? Игра за что? Управлять. Ну поехали. Это вроде типа спидран у нас будет сейчас. На вот этой карете. Но видимо, при этом квест выполнят на изи. Типа на Иви. Ну с этим персонажем. Почему? Потому что, наверное, скорее всего. О, загрыли. Надо текать. Кстати, на корабли бы тоже можно, я смотрю, прыгать. Шух. Скорее всего, у нас сейчас просто квесты сюжетные. Типа их надо именно с этим персонажем делать. А так, если что, будем в основном на Жейк обеиграть. Потом мне как-то на два персонажа переключаться не очень хочется. Так. Сейчас мы его своей новой тросочкой напинаем. На. Красотень какая. Какая трос мощная. Давайте обыщем. Там еще этот челик сверху торчит. Как она меня видит вообще? Тынь. Бывает, бывает. Сундучок-то надо почистить, конечно. Металлические компоненты нам нужны. Безусловно. Так, ну мы двоих убили. Я думаю, квест мы выполнили на убийство с воздухом. А с этим и так разберемся по-тихому. Вот это в колено пнуло. Вот это понимаю, девчонка. Мощная. Дерзкая, как пуля резкая. Ты чё свистишь? Свистеть нехорошо. Наверное. Ну всё, девку я допинал. Сейчас этого тоже. Блин, второй уровень. Против нас третьего вообще ни о чём. Просто на легке выносим. Я даже их обыскивать не буду. Пять никого-то ни о чём. Нам больше пояс переносит наш. Всё, резы мы собрали. Создайте новое снаряжение и улучшайте... И улучшение в меню снаряжения и изготовления. Улучшайте... Так, ищите уникальные ресурсы и чертежи в скрытых сундуках. У-у-у. Доходная деятельность. Особенно грабёж поездов, экипажей и кораблей приносят много ресурсов. Запомним. Будем корабли грабить, скорее всего. А чё это такое? Чё это такое? Средний подсумок. Заблокировано. Изготовьте этот перемен, чтобы носить с собой больше патронов. Средняя сумка для бомб. Ага. Для ножей. Средняя сумка для лекарств. Вот это полезная штучка. И эффективность лекарств. И вот это. Увеличиваю. Вот эти две штучки мы сделаем первыми, потом будем делать всё остальное. Потому что я, по сути, ничем не пользуюсь. Я люблю ближним оружием. Опять, чтобы открыть меню изготовления и снаряжение. Окей, запомнил. Ну, кстати, вот штучкой этой эркой пользоваться удобненько. И вот теперь перемещаться по зданиям намного стало интереснее. Так, ну блин, нам обучение требует, чтобы мы нажали. Давайте нажмём. Эр 5. Всё? Ты довольна обучением? Теперь у нас, кстати, почти всё открылось. Очень много всего, точнее, всего открылось. По шмоткам, по оружию. А нет, это то, что мы можем сделать. То есть, если мы зайдём в F2, в меню снаряжение, оружие, то мы то же самое увидим здесь. Вот видите, да, вот эти вот штучки, которые можем скрафтить, да? Но требуется уровень 9. Ладно, потом с этим разберёмся. Так, изготовьте улучшенную дымовую бомбу, изготовьте улучшенный метательный нож. В смысле? То есть, мне что? Дальше не пустят, пока я не изготовлю? Улучшенный метательный нож и дымовую... Стоп, давайте ещё раз глянем. Квест. Улучшенную дымовую бомбу 1, улучшенный метательный нож 1. А как это? Как это? Улучшение инструментов. Вот, улучшенный метательный нож 1 и улучшенная дымовая бомба 1. А, их можно сделать за металл, я понял. Давайте изготовим. Я просто думал, сейчас мы пойдём искать, типа, ресурсы, и это затянется, но... Раз нам на халяву всё это даётся, поэтому почему бы нет? Ножики теперь у нас улучшились, теперь их по 2 покажу. Квестик мы выполнили, окей. Доберитесь до мастерской Бэлла. Где она? Карта. Кстати, тут сундучок, давайте в него заглянем. Жу. Не, ну перемещаться, кстати, так очень удобно. Честно. Надо не всегда перемещать туда, куда надо, но надо смотреть просто. Куда она перемещает? А я ж не сюда собирался. Зато прикольно. Зато прикольно. Но мне лично нравится так перемещаться, вот, по городам, по домам, так стало интереснее немного. Так, ну, вниз я спустился, вот сундучок. Открываем, с него ресурсы будут. Кожа, во, кожа нормальная. И шёлк ещё дали. Так, а теперь отправляемся на... На-на-на-на-на-на-на-на-квестик. Так. Что-то далеко как-то идти. До квестик. Я вроде усмотрел, вроде близко было, 40 метров. Так. Улицы, конечно, в Лондоне прикольные, мне нравятся. И тракт оживлённый. А, мисс Фрай! Я показываю Джейкобу первые сообщения, полученные с исправленной линией. Кстати, Эйшен Бео вы можете оставить себе. Для вашего брата я сделал ещё один. Вы помогли. Ещё раз спасибо. Не за что, мистер Белл. Мы постоим за принципы беспристрастности и свободы слова. Свобода — это важно. Но краткость говорят, сестра свободы. Вы, как всегда, остроумны. За сим нам пора откланяться. Эти шуточки за 300, конечно. Понадоблюсь! Обращайтесь! Ну чё, прошли мы на 100%. Костюм туриста у нас теперь есть. Надо посмотреть костюм. Правильно? Правильно. Наверное, сейчас костюмчик примерим, посмотрим. И, наверное, закончим эту серию. Ребятки, уже серия достаточно долго получается. Но костюмчик посмотрим точно-точно-точно. Пока если загрузка закончится. Теперь, когда мы покончили с этим... Кто это? То есть... Ты его не знаешь? Отличный у вас поезд. Ты его не знаешь? Мисс Макбин много о нём рассказывала. Я Нес. Геври. Не буду отнимать у вас время. Захотите узнать о лучших транспортных системах мира, я буду по этому адресу. Вернёмся к поискам частицы Эдема. Нужно избавить Лондон от Старика. Кого мне надо искать? Сейчас ещё не время. Я приехал в Лондон не за диковинками. Не познав суть танца, ты не станешь танцором. О, значит, ты у нас хочешь продолжать дело отца. Кто-то же должен. Иви, отыскав артефакт предтечь, мы сможем понять намерение тамплиеров. Джейкоб. Я располагаю ценной информацией об окружении Старика. Вот. Вот, ценная информация. Неизвестные личности. Ценность. Так, ну чё? Захват Лондона, обучение. Ну я так не знаю, что будем Лондон захватывать. И как вы видите, у нас походу ещё не вся карта будет открыта. А может и всё. Странновато, ну ладно. Используйте стену Вист в поезде штабе, чтобы отследить следующего тамплиера. Окей. Рассчитайте территорию и выполняйте задания пазах в ад. Окей. Выполняйте задания сторонников, чтобы получить деньги, ресурсы и уникальные награды. Окей. Это мы понимаем. А стильку я когда примерю? Игра. Да и... У меня там красивый костюмчик какого-то там челика был. Туриста вроде бы. Во. Мы типа можем двигаться. Видите, тут перемещается, да? Можем выбрать часть. Часть 4, часть 8. Всё, она выбиралась, короче. Во, костюм туриста. Давайте смотреть. В смысле, что это такое? Получить сувениры. Секрет. Назад. Изучить. Откройте блокнот. В вашем блокноте появились новые дела. Ну, а этот знакомый наш. Один с навыком доступно. Там. А что там одежка покажутся? Я ничего не понял. А тут ребята наши сидят. В баре балдеют. Чё это такое? Получить снаряжение оружия. В смысле получить? Немножко не понял, но да ладно. Так. Тарковица у нас тут есть. Окей. Неплохой такой поезд, да? Получается. Возьмём карту. Мы сейчас здесь катаемся. Как я понял. А мы были тут. Блин, быстро перемещаемся, однако. Так. Давайте поменяем сейчас быстренько костюмчик. Я хотел посмотреть его. Костюмы. Кстати, мы можем улучшать костюм. Посмотреть улучшение, что оно даст. Увеличить максимальное количество метательных ножей на 3. На 3, на 3, на 3. Понял. У нас есть такой костюмчик теперь. За 7500. И мы можем его использовать. Ну да. Этот барыжный, этот кожа моднявый. Моднявый, конечно. Но, наверное, до вот этого. Или вот этого. Ну. Ну, честно говоря, ребят, мне нравится этот. Конечно, этот тоже неплохой. Нагораться задание. Увеличивает урон наносимый кукри на 10%. А здесь что? Умечает время обнаружения на 15%. А здесь что? А здесь ничего. А тут увеличивает. Берите. У меня стандартная емкость увеличилась достаточно много. За счет этого костюма. Поэтому будем носить его. В принципе, сойдет. Тут у нас цвета есть. Но, к сожалению, для этого костюма он не работает. Так, изготовление база данных с журнал-поррессом. Я думаю, ребятки, на этом закончим серию. В следующей серии уже не знаю, что у нас будет. Я смотрю, там квест какой-то есть. Давайте подойдем, посмотрим, что это за квест. Собственный квест. Только не говори просто. Идеально. Давайте денежку в сети соберем, да? И, наверное, нам нужно взять здесь квест, чтобы дальше двигаться. Но это уже будет следующая серия, ребят. А на этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии, чтобы серии выходили как можно чаще. Не болейте. Не скучайте. Пока-пока.